Добрый вечер, 19.30 в Оренбурге. С вами Анастасия Шахмать и мы, все журналисты Орен-ТВ, готовы рассказать о самых заметных событиях этого дня. Вначале коротко некоторые темы. Очередные обыски в региональном правительстве сегодня в 10.30 с утра. Силовики нагрянули в Министерство труда и занятости Оренбургской области. 10 к 1. На кресло мэра претендуют еще два новых претендента. Кто они? Водитель окончательно обследован и ответит по закону. Завершено следствие по факту жестокого ДТП, в котором трагически погиб ребенок. Последняя надежда на Путина. Чего ждут орбские машиностроители от президента? Новые дороги, новые проблемы. Чем остались недовольные жители проезда Северного и улицы Джангильдиной? В Сакмарском районе разыскивают 10-летнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе МВД, ребенок пропал накануне. В понедельник, 19 ноября, в 10 вечера он вышел из дома в поселке Чапаево. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Рост мальчика около 140 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светлые. Был одет предположительно в серый джемпер, джинсы, красную куртку, черную вязаную шапку. Ботинки черного цвета, на подошве белая окантовка. Сотрудники полиции ждут любой информации по телефону Сакмария. 121-544, с мобильного можно набирать 102. Поиски ребенка продолжаются. Силовики пришли в Минтруд. Сегодня в половине 11 утра в Министерстве труда и занятости Оренбургской области начались следственные действия. По нашей информации, оперативники проводили обыск в кабинете министра Вячеслава Кузьмина. В Министерстве труда никто происходящее не прокомментировал. Немного информации удалось получить на проходное ведомство. Вот как и пропало в руку. Известно, что министр Вячеслав Кузьмин и три его заместителя находились на рабочих местах. По некоторой информации, следственные действия связаны с уголовным делом, которое якобы возбуждено в отношении министра. Около четырех часов дня в интернете появилось видео, на котором показано, как издание Минтруда выносит коробки, предположительно, с документами и загружает в газель. Отметим, Следственный комитет, Росгвардия, УМВД отрицают свое участие в обыске. Вероятнее всего, его проводили сотрудники ФСБ. К слову, в правительстве Оренбургской области всего 16 министерств и различных департаментов. И за последние 8 лет в 7 из них были возбуждены громкие уголовные дела или прогремели скандалы. Так, в последнее время на слуху дела, в которых фигурирует министр образования Вячеслав Лабузов и глава Минсельхоза Михаил Маслов. Так, министр сельского хозяйства Оренбурга Михаил Маслов сейчас находится под залогом. Ранее провел месяц в СИЗО и три под домашним арестом. Ему вменяют тяжкие статьи. Речь идет о содействии в выделении земли в Сарактажском районе и присвоении 100 миллионов рублей, выделенных как субсидии для СГЦ Вишневский. Министр Вячеслав Лабузов проходит в другом уголовном деле как свидетель. Якобы оно касается лоббирования некими сотрудниками интересов строительных компаний в государственных контрактах. Совсем недавно прошли обыски и в домах, в поселках Пригородом и Колтубановском, которые, по словам министра, принадлежат его дочери. Кстати, буквально в понедельник вечером появилась информация, что эти следственные действия связаны с преподавательской деятельностью министра. Другим темам. Водитель вменяем и ответит по закону. Предварительное следствие по факту жестокого ДТП завершено. Авария, в которой погиб ребенок, произошла в середине августа на улице Элегской, после которой много вопросов возникло к виновнику ДТП. 18 августа на Тихой улице в частном секторе Южного поселка оборвалась жизнь 11-летней девочки. Лихач на бордовой десятке сбила ребенка, когда она вместе с дедушкой переходила улицу, перекатывая велосипед. Очевидцы тогда говорили о сильном ударе, о том, что тормозной путь был внушительный. Медики, хоть и прибыли быстро, а станция скорой помощи расположена за углом, девочку спасти не смогли. Тогда же помощь потребовалась и водителю, его нашли с ножом в области сердца. И сразу возник вопрос, сам он себя покалечил или уже ехал с полученной травмой. В течение трех месяцев проводились экспертизы, в том числе и на вменяемость водителя. Сегодня следователи сообщили, что заключение однозначное. Он вменяем и на момент ДТП был сильно пьян. Удар ножом в грудь он нанес себе сам. Ему предъявили обвинение по статье 264 управления автомобилем в пьяном виде с нарушением правил, которые повлекли смерть человека. За это предусмотрено наказание от двух до семи лет лишения свободы. Сейчас все документы по делу отправлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после направят в суд. Пенсионер спецслужб, а ныне садовод и чиновник Менсионного фонда сегодня стали новыми кандидатами на пост градоначальника. Всего в предвыборную борьбу за кресло мэра включилось 10 человек. Сегодня до обеда, именно до 13 часов, конкурсную комиссию посетили двое конкурсантов. Документы комиссия подала 33-летняя Виктория Британская, заместитель начальника отдела Пенсионного фонда России по Оренбургской области. Десятым кандидатом стал опытный политик, не пропустивший, но и не выигравший ни одной выборной кампании Сергей Столпак. В настоящее время пенсионер спецслужб председательствует в СНТ «Родник». Еще трое оренбургцев сегодня посетили комиссию, но ограничились только консультацией. Прием документов на главу завершится в полдень, в четверг, 22 ноября. По традиции политических тяжеловесов представят в последние дни. В предыдущем конкурсе на градоначальника изначально заявлялось 7 человек. Руководители РСТ-клуба «Корица» штриховали на крупную сумму. Об этом сегодня сообщили в Роспотребнадзоре. Напомним, после банкета 22 сентября в заведении 9 человек оказались в инфекционной больнице с заболеванием сальмонеллез. Еще двое лечились дома. Эпидемиологическое расследование официально завершено. За нарушение санитарных правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание, административная комиссия сегодня вынесла свой вердикт руководству Рестобара «Корица». На хозяйствующий субъект наложены штрафные санкции на общую сумму 130 тысяч рублей. В то же время специалисты управления оказывают консультативную помощь потерпевшим, пострадавшим, пострадавшимся в данном кафе. Они на сегодняшний день собирают документы для подачи иска в суд. Водецам кафе еще предстоит выплатить материальный ущерб потерпевшим. Размер выплат определит суд. Напомним, все заболевшие 22 сентября заказывали салат «Цезарь». На банкет приезжали из разных мест. До этого гости вместе нигде не ели. Только в заведении. Естественно, это, скорее всего, продукция, связанная с яйцами куриными. А это, скорее всего, салаты. Стоит отметить, руководство кафе комментировали ситуацию как в происке конкурентов и не принимали тот факт, что посетители заболели после банкета у них. Одна компания посидела, покушала. Где они кушали до этого, где они кушали после этого и так далее. Однако специалисты Роспотребнадзора, которые проводили эпидемиологическое расследование, в смывах обнаружили кишечную палочку, а в салате «Цезарь» с салимонелло. Также в заведении были выявлены и другие нарушения. Персонал не войдет в концентрации для разведения, для средств для обработки яйца. Соблюдались условия хранения пищевых продуктов. Нарушались сроки реализации готовых продуктов. Допускался контакт с сырой готовой продукцией. Обработка сырой курицы проводилась в цехе холодных закусок и приготовлений салата. Одно из мер наказания за нарушение санитарных норм также было временное закрытие заведения на 30 суток. Но руководство, устранив их буквально меньше, чем за неделю, обратились в суд и продолжили свою деятельность. Не исключено, что и в этот раз они будут обжаловывать решение комиссии размер штрафа. Письмо Орских машиностроителей ушло в приемный президент. Трехтысячный коллектив питает надежду на то, что только лично Владимир Путин сможет спасти легендарное предприятие. Лично Путину мы просим о помощи, чтобы он помогал. Без него никак. Ну вот так выразились работники ЮМЗа о том, что надеются на его помощь. На вчерашний момент это обращение было уже отправлено нашему президенту страны Путину Владимиру Владимировичу и министру промышленности и торговли России Мантру Криптуси. Оказать помощь в сохранении производства, в сохранении нашего завода. Так как завод сейчас, ну самое, наверное, крупное предприятие в Орске и проблема потом возникнет у многих семей заводчан. Если 3000 работников выйдут за вороты, я имею ввиду, что останутся без работы, то пострадают, конечно, их семьи. С 12 сентября длится временное простое. Работники получают две трети зарплаты, а это по основным профессиям от 10 до 15 тысяч рублей в месяц. Банкиры, обещавшие решить проблемы заводчан с сомнительной сделкой по приобретению активов предприятия с долгами почти в 3,5 миллиарда рублей, с решением не торопятся. Хотя опыт коллектива, способного создать изделия для любой отрасли с чистого листа, пока еще востребован. Портфель заказов, да, пока у них есть, это на миллиард 900, ну почти на 2 миллиарда, и пока заказчики не отказываются. Какое решение кредитной комиссии Газпромбанка в Москве было, пока решения этого нет. Там рассматривается в течение месяца. Надеемся на положительный результат. В конце октября банк приступил к рассмотрению предложения. До конца месяца остаются считанные дни. Тем временем областной арбитражный суд готовится к заседанию по признанию машиностроителей банкротами. Заседание намечено на четверг. Сейчас сделаем паузу. Реклама на Урин ТВ. Не переключайтесь, нам есть еще что рассказать. И вновь к новостям. Вот о чем расскажем далее. Узнаю, платите долги, живи спокойно. Налоговая инспекция идет в народ. Неработающие должны платить все взносы наравне с трудящимися новой инициативой Госдумы, которая считает несправедливым нынешнее положение дел, а как встретили предложения законотворцев оренбуржцы. Новые дороги, новые проблемы. Чем остались недовольны жители проезда Северного и улицы Джангильдиной? Пройдя инстанции, написали коллективную жалобу. Жители Красногвардейского района все еще пытаются отстоять земли возле своих сел от добычи ископаемых. А проще говорят, нефтедобыча. Адвокат, который защищает интересы жителей нескольких сел, рассказал, что сначала надеялись на областную прокуратуру, но инструкции ведомства, по сути, отправили их к начальному этапу. Жители четырех сел Красногвардейского района забили тревогу еще в июле, когда вблизи поселения установили нефтяную вышку. Люди отмерили, что до села 800 метров, до реки 150. С того момента жители сомневаются в законности установок и в том, что соблюдены все экологические нормы. В первую очередь заявили, что разлив реки, ток значительный, и отходы производства, вероятно, будут уходить на луга, где еще сажают урожай и пасут скот. Обращения в инстанции разного уровня пока успокоения жителям не принесли, природоохранная прокуратура ответила лишь, что на Бахтияровском месторождении ведется разведка компании «Оренбургнефть». Положительное заключение выдано Росгеоэкспертизой, а нарушений экологических норм не нашли. Подозрение жителей падает и на действия администрации Красногвардейского района, мол, неверное распоряжение территорией. Хотя в телефонном интервью нашему каналу тогда глава пояснил, что и сам рад решить вопрос в пользу людей. Якобы проблем с появлением нефтяников стало больше. Люди написали коллективную жалобу в районную прокуратуру. Изначально подавали жалобу в прокуратуру Оренбургской области, но поскольку у них свои инструкции, подана коллективная жалоба от жителей поселка Верхний Яково, Бахтиярово, Пролетарка, на бездействие органов государственного земельного надзора и администрации Красногвардейского района. На первый взгляд имеется нарушение земельного законодательства, именно целевого использования земель в сельскохозяйственном назначении, поскольку земель в сельскохозяйственном назначении, они могут использоваться лишь для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных нахождений, научно-исследовательских, учебных. При проведении буровых работ там явно был нарушен плодородный послой почвы. Площадь разрушений составляет около 18 тысяч квадратов. Кроме того, в телефонном разговоре жители отметили, что уже последний месяц вода в селе стала давать неприятным химическим запахам. Связано ли это с работами нефтяников, доподлинно неизвестно. Сейчас люди готовят обращение в Роспотребназор, чтобы специалисты лаборатории провели исследование питьевой воды. Ожидается выброс сметаны. Об этом предупреждает региональное управление МЧС. С сегодняшнего дня до 22 ноября на газораспределительной станции номер один города Оренбурга, недалеко от поселка Кушкуль, будет проводиться работа по подключению специальных установок. В процессе работ специалисты ежедневно будут стравливать газ в атмосферу, что будет сопровождаться соответствующим шумом, сообщает МЧС. А учитывая безветренную погоду, не исключено, что горожане почувствуют и неприятный запах, даже при отсутствии превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Отметим, метан может вызвать отравление и гипоксию, поэтому при резком запахе на улице спасатели советуют горожанам укрыться в зданиях и плотно закрыть окна и двери. Не работаешь – плати. За неуплату взносов неработающих россиян предлагается штрафовать. С предложением внести такие изменения в налоговый кодекс вышел Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, пишет Российская газета. По нынешним правилам за трудоустроенных граждан взносы в пенсионные, фонды обязательного медицинского страхования и соцстраха в общей сложности 30% в месяц уплачивает работодатель. Это дает право на бесплатное здравоохранение, пенсионные и другие выплаты. Самого же работника при этом удерживается налог на доходы физических лиц. При этом около 18 миллионов россиян трудоспособного возраста официально не работают, хотя многие из них трудятся без оформления. То есть, по сути, являясь самозанятыми, не уплачивая никаких взносов, они, тем не менее, получают социальные гарантии в полном объеме, аргументирует свою позицию инициатор нововведения депутат Сергей Вострецов. По данным счетной палаты, только в территориальные фонды обязательного медицинского страхования регионы перечисляют за неработающее население от 600 до 650 миллиардов рублей. А социальную пенсию по достижению пенсионного возраста данная категория граждан получает за счет взносов работающего населения. Такое положение дел несправедливо, уверен автор поправок, и предлагает неработающим граждан самостоятельно уплачивать обязательные взносы. Они могут рассчитываться из минимального размера оплаты труда. По примерным подсчетам, это может принести в бюджеты фондов более 734 миллиардов рублей в год. Согласно Ля-Римбуржу, с таким решением опрошенные нами горожане сошлись во мнении, что налогами и штрафами россиян обложили со всех сторон. Какой еще способ государство придумает для сбора денег с граждан? Ответ очевиден. Безработных, еще и налог, я считаю, это неправильно. Откуда у них деньги, чтобы платить? Живем не больно богаты. И еще и налог, налогов очень много. Поэтому это еще только хуже будет. Это дурь. Это неправильно. Не, ну надо же думать, господи. Ну хотя бы логика есть какая-то. Или они там запутались во всем, что ли. Я не работаю, а с меня налог. Откуда налог? Ну что с меня взять? Ну логика есть в этом или нет? Ну как в Чаполине, налог на воздух, да? На осадки. Ну если еще с людей брать налог, то это будет не справедливо. Время достаточно высокое. И без того. Конечно, но человек не работает. Его надо сперва обеспечить, чтобы он что-то получал, с чего платить. Уже, наверное, на воздух ведут налог. И тогда мы перестанем дышать. И еще беспокойство чиновников за простых граждан. Прожиточный минимум вновь в центре внимания парламентариев. На этот раз отличились представители Верхней Палаты. Члены Совета Федерации почти как один отметили, что 3,5 тысячи рублей – это, конечно, мало. Но и тех, кто говорит о повышении, некоторые из сенаторов посчитали некомпетентными. Отличилась больше всех сенатор от Брянской области, которая заявила, что сама сидит на гречневой диете. А ведя разговоры про прожиточный минимум, вспоминает тех, кто воевал в Великую Отечественную. Я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужас и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли, при этом пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая. Может, как раз-таки стресс и лишение тому причиной? Напомним, пару недель назад о прожиточном минимуме в 3,5 тысячи рублей высказывалась министр Саратовской области, которая посчитала совершенно нормальным питаться макарошками и кефиром. Правда, сама от такой диеты отказалась тогда еще из-за статуса правительственного чиновника. Все это очень похоже на модную тенденцию глубоких мыслей народных избранников. Есть претензии и у пешеходов. Речь о проезде Северном. Жители домов с улицы Джангельдина и Северного проезда обратились в редакцию со своими жалобами. Тротуары и пешеходный переход обустроены словно не для людей. Чем недовольны горожане, разбирались Мария Ферсова и Олег Штылер. Ну неудобно. Насыпали здесь землю, думали будет газон, а будет трава, будет дождь, будет грязь. И спуститься негде. Чтобы добраться до заасфальтированного тротуара на улице Джангельдина, пешеходам сначала нужно пройти по голой земле. Сейчас на улице достаточно сухо, но скоро людям придется пачкаться в грязи, прежде чем они поднимутся к тротуару, который, по идее, должен упрощать жизнь пешеходам. Но не в этом случае. По словам местных жителей, этот момент не продуман. Как подняться на тротуар родителям с колясками? А как быть инвалидом? На эти вопросы ответа нет. Людей измущает и тот факт, что во время строительства им пообещали все учесть. Но чуть позже стали звучать совсем другие слова, уверяют местные жители. Они сказали нам, что деньги кончились, и, мол, на эти дела денег нет. Не меньше проблемы с пешеходным переходом. С одной стороны, подход к нему оборудовали, а с другой, видимо, забыли. Вот вроде бы сделали пешеходный переход в эту сторону. Но чем он заканчивается, можно видеть, что там дальше, как говорится, будет грязь, дождь, снег, его заваливают, как говорится, никуда не пройти. Свою ошибку дорожные службы, видимо, поняли, и знак пешеходный переход недавно спрятали под черным целлофаном. Но так вопрос не решается, считают местные жители. По их мнению, в кратчайшие сроки все должно быть исправлено. Обустройством дорожной сети в Оренбурге занимается управление строительства дорожного хозяйства. Мы направили запрос. Надеемся, на озвученные горожанами проблемы обратят внимание и недочеты устранят в ближайшее время. Ждем ответа о сроках и реальных действиях. Не ошибиться с выбором мастера оренбуржцы не перестают жаловаться на недобросовестных электриков и сомнительных мастеров, которые предлагают свои услуги по замене электрощетчиков. Но кроме того, что зачастую их работа обходится втридорога, после визита таких специалистов оренбуржцам приходится побегать по инстанциям. Как минимизировать неудобства и затраты? Здравствуйте, проходите. Сервисное управление. Специалистов Оренбург Энерго в этом доме ждали. Хозяева не так давно получили квиток, напоминающий о необходимости заменить электрощетчик. 16 лет отведенных на его работу истекли. Подсказали. Каргандинск, 59, центр сервис. Мы с женой туда приехали, за полчаса нам помогли, рассказали, показали, предложили нам купить еще счетчик, чтобы нам не мотаться по городу, что мы и сделали. Для нас вот людей в возрасте уже, да, чтобы кого-то там не нанимать где-то как по цене, очень-то и недорого, я бы сказал. Ну, счетчик где-то в пределах 700 рублей и, по-моему, 490 рублей за установку, за все. Нас это устраивает. Отключив электричество, мастера приступают к замене счетчика. Прежде чем утилизировать старый, с прибора снимаются показания и записываются в акт. Оренбург Энерго оказывает услугу по замене приборов учета комплексно. То есть, нужно обратиться на Каргандинскую, 59, заполнить заявку. Выполняем работы по замене приборов учета, в том числе с нашими материалами. Все документы, которые заполняются после замены, передаем из бытовой компании. Потребителю больше никуда обращаться не нужно. Демонтаж старого, установка нового счетчика, опломбировка. Специалисты Оренбург Энерго предоставляют услугу, что называется, под ключ. Что особенно радует хозяек, убирают рабочее место. Согласно выданному акту, в следующий раз менять электросчетчик в этом доме нужно будет лишь в 2034 году. Если гора не идет к Магомету, то налоговая идет в народ. Чтобы напомнить забывчивым должникам о долгах на имущество, налоговики отправились в торговые комплексы. Один из центральных сетевых магазинов. Скромно в углу, не мешая покупателям, сидят инспекторы. Мобильный налоговый офис. Так эту точку называют в главке. Время от времени кто-то из тех, кто спешит за товаром, останавливается и интересуется своим положением. По транспортному налогу, какие у меня есть задолженности или что там интересно вот это? 16 ноября находимся в торговых комплексах. В среднем в день 25-30 человек нам подходят. Люди интересуются. Распечатываем уведомления за 2017 год и смотрим задолженности. Подходит и с долгами, но суммы небольшие. Однако в целом задолженность по имущественным налогам за 2017 год приближается к миллиарду. Более 300 тысяч граждан, жители Оренбургской области, имеют задолженность по имущественным налогам. Сумма задолженности составляет более 800 миллионов рублей. Это в региональный бюджет. Крайний срок уплаты 3 декабря. Дальше пойдут санкции, вплоть до ареста имущества и запрета на выезд за пределы Отечества. Невыездными сегодня числится 15 тысяч должников. Это пока все, что мы успели рассказать. У нас еще есть выпуск в 23 часа. Мы продолжим знакомить вас с событиями этого дня. Я желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи.